Всем привет! В этом видео я хотела бы поговорить о работе по найму и фрилансе, их разнице, плюсах и минусах. Я была, что называется, и там, и там. Больше двух лет занималась фрилансом и около двух лет сейчас работаю на стабильном месте. Мне повезло в том плане, что когда я была фрилансером, я действительно хотела этим заниматься, то есть зарабатывать творчеством деньги. Мне это нравилось, я была вдохновленной девушкой, и все было замечательно. Сейчас же, когда я наемный работник, мне тоже это нравится, потому что я тоже пошла устраиваться на обычную работу именно в тот момент, когда мне этого захотелось, когда я поняла, что все, я устала быть фрилансером. Если вы не знаете, чего именно хотите, и вам просто нужны деньги, то вам подойдет как первый, так и второй вариант. Потому что для того, чтобы и найти обычную работу, и найти клиентов, заказчиков, нужно потрудиться, нужно постараться, нужно дать себе какую-то оценку. В одном случае разрекламировать себя, в другом случае составить грамотное резюме и искать, искать, искать работу. Все это требует усилий. Просто так деньги вам никто не заплатит. Обычную элементарную разницу между фрилансером и работой по найму знают все. В первом случае ты сам себе хозяин, во втором случае у тебя начальник дядя, который высасывает из тебя труд и платит тебе копейки. Но это слишком малое описание и совсем неправдоподобное того, что же на самом деле происходит. Когда ты фрилансер, ты никакой сам себе не хозяин. Каждый твой заказчик, каждый твой клиент выступает твоим начальником, твоим дядей, который диктует тебе условия. Конечно, ты можешь выбирать, что делать, что не делать, с кем работать, с кем не работать. Но у тебя есть начальники постоянно. И со стабильной работой все не так грустно и печально. Есть действительно места, сферы и вакансии, где никто не будет пахать на тебе, лишь бы наработать какую-то выручку себе в карман. Нет. Есть действительно должности, где ценится ум, труд, который достойно оплачивается. Где есть стабильные премии, где есть все положенные государством штуки и так далее. Просто нужно к поиску подходить с умом. Теперь более подробно о разнице, плюсах и минусах. Работа по найму – это, конечно, стабильная оплата труда два раза в месяц. Но малое количество свободного времени. Два выходных дня в неделю бывает, конечно, чуть больше. А когда ты на фрилансе, ты действительно можешь отдохнуть в любой момент. Можешь работать один час в день, можешь работать два раза в неделю. Здесь уж как тебе сильно нужны клиенты, вообще какого рода деятельностью ты занимаешься. Здесь зависит все от тебя. Но и доход непостоянный. Есть момент сезонов. Ну, здесь я могу судить только как фотограф, что это лето, допустим. Есть момент наплыва какого-то, застоя. Здесь вещь очень плавающая – деньги. Когда ты работаешь по найму или устраиваешься работать по найму, важен твой опыт и стаж. Точно так же он важен, когда ты фрилансер и ищешь клиентов, заказчиков. Им важен твой опыт и твои навыки на какой-то уже стадии знания каких-то программ, умений, операций и всего прочего. Так что здесь полностью одинаково. Мобильность. Если, когда ты работаешь сам на себя, ты действительно можешь легко перемещаться, можешь переезжать из квартиры в квартиру, с одного конца города в другой и вообще путешествовать по России и миру, то при наемной работе ты не можешь совершать таких действий. Но у тебя есть оплачиваемый отпуск, чего нет во фрилансе, у тебя есть оплачиваемый больничный и другие вот эти вот привилегии, которые тебе дает компания, на которую ты работаешь. А в случае же с фрилансом ты организовываешь это сам себе. И если ты решишь месяц или две недели полностью не брать никаких заказов и отдыхать, то тебе никто за это и не заплатит, ты ничего и не заработаешь за это время. Теперь снова схожесть. Новые знакомства и новые связи. Они одинаково ценные и там, и там. И на стабильной работе, и на фрилансе. Следующими сравнениями будут вещи, которые являются для меня огромными плюсами в работе по найму. Просто огромнейшими и решающими на данный момент моей жизни. Первое, это спокойная реальность. У меня обычная работа. Каждое утро я встаю, я не совершаю механических действий, у меня все равно утро отличается одно от другого. Но я еду на нее, я работаю, я возвращаюсь. Мне вот этот вот мой спокойный день, за который не нужно бешено куда-то гнаться, в дождь ехать на фотосессию, там вот это вот все, вот этого нет. И я от этого так счастлива. И еще, конечно, мне не нужно заниматься самопиаром. Чтобы быть в поиске постоянным клиентов, мне не нужно писать, что там, принимаю заказы, звоните мне, пишите мне, вот я такая-то, вот мои фотографии. Заполнять соцсети вот этим вот шлаком. Мне это не нужно делать. И это прекрасно. Это просто прекрасно. Я от этого счастлива. А когда ты фрилансер, тебе постоянно нужно стремиться к большей популярности, чтобы о тебе узнавало больше людей, обретать больше славы и заниматься бесконечным ежедневным самопиаром. Мне это не подходит. И последнее. Творчество для себя. Мне важно, чтобы творчеством я занималась для себя. Я могу это показывать по желанию в своих соцсетях, на ютубе, в инстаграме. Я могу дарить это близким людям. Я могу даже это продавать единично, если мне это захочется. Будь то это съемка или какие-то иллюстрации, рисунки. Но это не мой основной заработок. Если я что-то делаю, я это делаю для себя. А тогда, когда творчество – это работа, творчество становится конвейером. Ты начинаешь штамповать все. У меня лично меня вгонял в стресс вот этот мозговой штурм ради каких-то идей, ожидания, сроки, вот эти дедлайны, вот эта вся история. Это действительно было очень тяжело, когда творчество становится работой. Это подходит не всем людям. Про это есть множество статей, книг. Это даже зависит и от темперамента человека, от того, интроверт он или нет. Вот от этого всего. И вот так сложилось, что творчество и работа для меня несовместимы. Вот такие вот плюсы и минусы. Каждый, конечно, решает сам. Я все равно с большим уважением отношусь к тем людям, которые продают свое искусство, продают свои работы. И к тем, кто за стабильность и за найм, и тем, кто делает карьеру. Это тоже замечательно. И здесь выбор только и только за вами. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok